Привет всем! Увидел новость любопытную на днях в ЖЖ, по-моему. Хочу высказаться, потому что, по-моему, она имеет прямое отношение к тематике МД и родственных тоже. Новость была про то, что якобы прокатилась волна, довольно массовая, нападений на автоматические камеры, эти вот полустационарные камеры, которые выставляют частные предприниматели, об этом позже, и на самих этих предпринимателей, которые занимаются, в общем, контролем скоростей в самых неожиданных местах на трассе. И большая часть комментариев гласит о том, что не надо нарушать правила, не нужно превышать скорость и все у вас будет хорошо. То есть нет тут никакой проблемы фундаментальной. Судя по всему, однако большая часть людей чувствует, что проблемы тут есть, она просто не может сформулировать в чем. То есть всем понятно, что в чем-то тут проблема, но непонятно в чем. Мое мнение, проблема носит этический характер. Этический. И в самом фундаменте постановки задачи к тому, что делает, что должна делать камера автоматической фиксации скорости, чего она должна достигнуть, какую проблему решить. Вот в самой постановке этой проблемы, этой цели допущена фундаментальная ошибка. Не могу сказать, умышленно или неумышленно. Сейчас так все перемешалось. И поскольку в фундаменте лежит этическая проблема, она неправильно поставлена, там есть фундаментальная этическая ошибка, то никакие способы ухищрения и обходных маневров и какой-то более цивилизованной работы с этим вот явлением, с автоматическим штрафованием, никакая технология не даст вменяемого результата. Если задуматься, в чем стоит задача максимум для ГИБДД в целом и для камер фиксации скорости в частности. Давайте такие проверочные утверждения. Первое. Состоит ли она в том, что мы выписываем максимально возможное число штрафов и люди их максимально хорошо оплачивают? Очевидно, что нет. Задача безопасности, она не в этом состоит, не в выписывании количества штрафов. С другой стороны, состоит ли задача обеспечения безопасности на дорогах в том, чтобы уменьшить количество выписываемых штрафов, то есть что штрафов ноль. Это желательный критерий, очевидно, но недостаточный. По-хорошему, финальная цель безопасности на дорогах, служба обеспечения безопасности в том, чтобы все соблюдали все правила. Задача максимум. И чтобы при этом пользоваться дорогой все еще было можно. Это тоже важно, потому что если все стоят и никуда не едут, то это не пользование дорогой. Вообще говоря, то, что наблюдается на МКАДе, там ежедневно и не только на МКАДе, в информационных технологиях называется отказ в обслуживании. Если считать, что дороги это некий сервис, который куплен на деньги граждан и эксплуатируется на деньги граждан, то это, в общем, отказ в обслуживании. Если бы это был какой-то IT-сервис и на него был заключен договор о качестве сервиса, то, скорее всего, были бы штрафные санкции. Но это уже более отдаленное рассуждение. Также я за скобками оставлю рассуждение, что вообще-то сама идея штрафования, штрафования фиксированной суммы денежной, она тоже фундаментально неверная. Штрафование фиксированной суммы работает только в том обществе, где финансовое неравенство очень мало, почти отсутствует. Там можно сказать, что вот это происшествие вам обойдется в 500 рублей. В случае, когда у людей различаются доходы даже в два раза, фиксированная сумма штрафа на самом деле несет демотивирующую функцию. Потому что все знают, что богатому человеку можно все, и ничего ему не будет сверх того, что ему придет по счетчику. То есть, грубо говоря, с определенной суммой денег ты можешь все время ехать по выделенной полосе, хотя тебе это запрещено. То есть, в итоге получается, что те, кто генерирует самое большое число проблем на автодорогах, они же имеют и самые льготные условия по ответственности за это. Это совершенно неверная философия. Она никогда не приведет к устранению проблем на дорогах с точки зрения соблюдения правил. Но это оставлю для другого рассуждения. Сейчас хочу поговорить только и исключительно про камеры автоматической фиксации скорости. Какое-то время назад, где-то, наверное, недели три уже, я видел тоже новость, тоже в ЖЖ и тоже про камеры. И мне она показалась просто гениальной иллюстрацией, к тому, что сейчас хочу сказать. У меня всегда было такое чувство по отношению к камерам скорости, хоть я практически не получаю штрафов. Я там, не знаю, плачу, может быть, раз в год. Мне, в общем-то, все равно. Меня лично это почти не задевает. Но я вижу, тем не менее, фундаментальное этическое нарушение в системе. А новость была следующая. В общем, на какой-то дороге, на каком-то шоссе местные товарищи, кто постоянно там ездит, обнаружили одну и ту же машину, которая регулярно стояла примерно в одном и том же месте, машина частника, которая, значит, стоит со сканером и сканирует проезжающих. Тоже отдельная тема. Совершенно принципиально преступная и аморальная вещь — аутсорсинг государственных функций. Государственные функции — это монополия на насилие. Мы имеем дело здесь с частным случаем насилия, так сказать, финансовое насилие. Это категорически нельзя отдавать в частные руки. Принципиально. Это вопрос этики и конституции, и ответственности, там, административной, уголовной и так далее. Это нельзя передавать в частные руки. Нельзя делать так, чтобы штрафование становилось способом заработка. Потому что штрафы — не самоцель. Штрафы — это средства. Ни в коем случае нельзя стимулировать к тому, чтобы люди были заинтересованы в увеличении количества штрафов, которые они собирают. Они должны быть заинтересованы в противоположном, в уменьшении количества штрафов. И опять же, не потому, что они их не берут, эти штрафы, а потому что люди не нарушают. Это тоже отдельная тема. Так вот, что сделали местные креативные жители. Они нашли машину такой же марки, как у этого товарища, и такой же расцветки. Потом они распечатали на бумаге номер, такой же, как на его машине. Прилепили на эту машину похожего вида. И в каком-то другом месте много раз конкретно и хорошо проехались под стационарные уже автоматические камеры. Нетрудно догадаться, что товарищ получил огромную сумму штрафов, и отспорить которой ему будет крайне сложно. Практически невозможно. И именно этот, так сказать, эксплойт, который был придуман, эксплойт, я считаю, гениальный просто. Если можно поставить вот пятерку за эксплойт, это абсолютно идеально и указывает ровно в то место, где, собственно, сделано нарушение фундаментальное. И именно в это фундаментальное нарушение они и, так сказать, атаковали. Провели такую атаку на этот алгоритм. Где находится этическое слабое место? В чем этот фейл? Я вижу две проблемы. Первая, фундаментальная проблема. Решение об ответственности за право нарушения принимает автомат. Само слово «судья» и по-английски, например, «judge» подразумевает слово «суждение» и «judgment», соответственно. Суждение по определению функции интеллекта, человеческого интеллекта. Его не может вынести ни робот, ни какой автомат, ни какая программа, ни какое животное. Суждение – чисто человеческая функция. Она отдана автомату. Это категорический этический фейл. Это вещь, которая должна быть запрещена полностью. Даже в такой мелочи, как штрафование. Я уж молчу про какие-то более сложные вещи. Это должно быть абсолютно исключено. Второй фейл, но это, в принципе, следствие первого фейла, в том, что штрафуется тоже не человек, а тоже автомат. То есть, фактически, мы имеем ситуацию, когда определенный робот штрафует другого определенного робота. По нормальной этической системе отвечать за правонарушение, ответственность нести, может только человек. Это во-первых. Во-вторых, только тот человек, который совершил правонарушение. Это один из фундаментальных принципов. Правосудие вообще. Дело даже не в кодексах конкретных. В случае камеры, получается, мы типа для удобства от этого принципа отошли, и у нас штрафуется не человек, который сидел за рулем, а человек, который числится владельцем машины. Это один из фундаментальнейших принципов юридической ответственности. Человек отвечает только за свои действия. За исключением случаев, когда он несет ответственность по каким-то другим причинам. Например, за несовершеннолетнего ребенка, за невменяемого родственника, еще за кого-то. Значит, у нас штрафуется человек, при этом личность, кто сделал правонарушение, не установлена. То есть, он вообще неизвестен. Он презюмируется. Это нарушение презумпции невиновности. Во-вторых, штрафуется абы кто. То есть, тот, кто крайним просто назначен за эту машину. За всех водителей, которые ее водят. Это фундаментальный фейл. Фундаментальное нарушение. Причесать систему, которая построена на такой основе, нельзя никак. Никакими техническими средствами вообще. Никогда. Эва. Как должна была бы быть построена система, чтобы не нарушать этический? Это другой вопрос. Можно когда-нибудь его обсудить. В общем, подводя итог, на сегодняшний день штрафовать может только государственный уполномоченный инспектор ГИБДД. Только если он лично зафиксировал правонарушение, удостоверил личность. Только он имеет право удостоверять личность. У обычного человека такого права нет. И привлек к ответственности того, кто совершил правонарушение. А не какого-то крайнего, который там записан на этой машине. Если эти два простых правила не выполняются, никакая система работать не будет. И она никогда не приведет к существенному улучшению ситуации с безопасностью на дорогах. Цель поставлена другая. И вообще говоря, мне кажется, что как на сегодняшний день это работает, это сделано просто антиконституционно. Понятное дело, что у нас и на более серьезные вещи класть хотели там по конституции. Но все-таки эта вещь антиконституционная. У меня все. Всем пока и удачи.